Здравствуйте! Иногда возникает необходимость дать таблетку вашей кошке. Для многих людей это нелегкая задача, особенно если вы никогда не делали этого раньше. Существует несколько разных способов и всегда желательно начинать с наиболее простого и приятного для вашего питомца. Поэтому, например, если вам кажется, что это лекарство, которое можно раскрошить, сначала уточните у своего ветеринара, действительно ли это можно сделать. Попробуйте раскрошить таблетку и смешать ее с небольшим количеством консервов или йогуртов. Здесь важно, чтобы ваша кошка съела весь объем продуктов, содержащих лекарства. Это самый простой способ. Конечно, не все кошки готовы есть консервы или йогурт, особенно если почувствовать запах лекарства. В таком случае можно попробовать специальные угощения, так называемые кармашки для таблеток, которые предназначены для приема лекарств. Они хороши тем, что имеют разные натуральные вкусы, а также запах, который мешает кошке почувствовать лекарство. Также у этих угощений есть специальное отверстие, в которое вы можете положить таблетку, протолкнув ее внутрь, и залепить отверстие, чтобы кошка ничего не увидела. Тем не менее, иногда кошки все же чуют, что в угощении присутствует лекарство. И в этом случае стоит попробовать специальное устройство под названием пиллер или таблетка-даватель. Их довольно легко использовать. На одном конце у них есть специальный поршень, который оттягивается в зависимости от размера таблетки. На другом конце мягкий резиновый наконечник с прорезью, которая удерживает таблетку. Когда вы давите на поршень, таблетка выталкивается наружу. При использовании пиллер ни в коем случае не проталкивайте его силой внутрь горла, вы можете нанести вред вашей кошке. Нужно поместить наконечник в заднюю часть рта. После того, как вы выдавите таблетку, следует немного почесать кошке горлышко, слегка надавить на кончик носа, чтобы поощрить проглатывание. Когда кошка оближется, таблетка будет проглочена и ваша работа завершена. Дать таблетку кошке может быть как простым, так и сложным занятием, особенно для тех, кто не делал этого раньше. Поэтому, если вам кажется, что вы не сможете самостоятельно это сделать, следует обратиться к ветеринару или в нашу клинику.